В этом году более 125 учеников по 8 специальностям начали своё профессиональное обучение в региональном учебном центре СОКАР. Обучение, состоящее из трёх этапов, в ходе которого ученики получают глубокие знания в сфере своей деятельности, а также практические навыки, подошло к концу. В процессе 10-месячного обучения ученики центра СОКАР прошли практику на различных предприятиях и в управлениях компанией. Целью создания учебного центра было воплощение в жизнь девиза «превратить нефтяной капитал в человеческий». Сегодня проходят выпускные экзамены, по итогам которых ученикам будут вручены сертификаты третьей и четвёртой степени. Эти сертификаты признаны на международном уровне. При появлении вакансий выпускники этого центра получат работу в учреждениях СОКАР. Нашей главной целью является превращение нефтяного капитала в человеческий. Мы делаем всё от нас возможное в данном направлении. Выпускники учебного центра считают, что благодаря своим учителям, которые проводят занятия на высоком уровне, они стали первоклассными специалистами, которые не только любят своё дело, но и уверены в том, что они профессионалы. Наше обучение проходило здесь на высоком уровне. СОКАР снабдил нас униформой и специальным оборудованием. Сегодня я сдал выпускной экзамен, надеясь на успешный результат. Процесс проходил в прозрачной атмосфере. Сначала нам задают вопросы, касающиеся теоретических знаний, а затем идёт практическая часть. Обучаясь в этом центре в течение 10 месяцев, я изучил тонкости моей профессии. После получения необходимых знаний экзамен не кажется трудным. Благодаря нашим квалифицированным преподавателям всё прошло очень легко. Я выбрал СОКАР, потому что в этой компании очень важна наша профессия. Я сдал экзамен и думаю, что он прошёл для меня успешно. Было четыре вопроса, затрагивающие как теоретическую область, так и практическую. На экзамене присутствовала комиссия из СОКАР. Надеюсь на хороший результат. Функционирующий с 2013 года Габустанский региональный учебный центр компании СОКАР пользуется большой популярностью. В этом году заявки для обучения в центре подали свыше тысячи человек. 125 человек прошли собеседование. Важно отметить, что по инициативе фонда Гейдара Алиева в центр на обучение принимаются воспитанники детских домов. Они поступают в центр вне конкурса. На сегодняшний день более 730 квалифицированных кадров были подготовлены по заказу СОКАР и 126 специалистов по заказу БИПИ.